Песня Долгожданные весенние каникулы юные читатели отмечают в неделе детской книги. Сам праздник учредил писатель Лев Кассиль еще в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны. Тогда он назвал мероприятие книжными именинами. С тех пор в библиотеках нашей страны с 25 марта по 1 апреля проходят творческие встречи с писателями и поэтами. Так, например, в Рязанской областной детской библиотеке на открытии книжного праздника выступили юные артисты и коллективы нашего региона. А писатель Ирина Иванникова поздравила любителей литературы, познакомив с отрывками из своей книги «Идем в театр». Шаги стихают в зале куска. В отбор давно проклялся вечер. С театром расставаться грустно. Я говорю ему «До встречи», но тянет брат меня попишем. А там анонс висит на завтра. Спешите, драм-кружок запишем. Мы всех любителей тянем. Как хорошо, возьму и братца. Он тоже хочет записаться. Я считаю, что в живой книге такой бумажной, да, вот именно она несет какой-то особый, особый такой вот смысл для маленького читателя, потому что можно листать, можно соприкасаться, можно вот чувствовать, да, вот дружить с книгой. В общем, это очень важно, потому что в электронной книге, я считаю, нет души. Все-таки что-то уходит очень важное именно от тактильного, без возможности тактильного общения с книгой. Сейчас, в век цифровых технологий и большого количества видеоконтента, дети стали реже обращаться к печатной литературе как к источнику знания, рассказывают библиотекари. Ежегодный марафон – это целая серия тематических мероприятий, которые призваны исправить эту ситуацию и привить детям любовь к книге. В этом году неделя детской книги отмечается в нашей стране 81-й раз. И, конечно, мы придумали много нового и интересного. Вообще, мы можем уже написать целую историю, как Рязанская областная детская библиотека отмечала неделю детской книги. Мы отмечали ее и в театре юного зрителя, мы отмечали ее и в камерном зале. А сейчас у нас вот такой небольшой формат празднования. Мы празднуем в своей библиотеке, но нас поддерживают все наши коллеги в библиотеках Рязанской области, и не только детских, и во взрослых. Знакомство с музеями в мире прекрасного. Игровая программа «Зовут дороги дальние» и «Космический квиз по Млечному пути». Мероприятие этой недели сотрудники Рязанской областной детской библиотеки приготовили разноплановые, чтобы пригласить каждого ребенка в увлекательный мир книги. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».